В последнее время я начал отказываться от сотрудничества с некоторыми соратниками по зоозащитному делу. И сейчас хочу объяснить, почему. Если коротко, то потому что эти люди превращают собственную жизнь и жизнь всех, с кем они соприкасаются, ну не то чтобы в ад, но в очень тяжёлую жизнь. И объясню, как это происходит. Это не объективное обстоятельство виновата, а исключительно субъективный выбор. Представим на минутку, что в городе есть 100 собак, которых желательно спасти. У человека, который решил спасать собак, есть возможность спасти 5. При этом, исходя из тезиса, с которым я согласен, что жизнь нужно вести на пределах своих возможностей, этот человек реально может спасти 7 собак. Но в этой фразе ключевое слово «своих возможностей». Так вот, некоторые зоозащитники берутся спасать животных гораздо больше, чем они могут по тем средствам, которые им доступны. И восполняют эту нехватку средств. Они средствами других людей, причём недобровольно. То есть они превращают сначала в очень тяжёлую, безрадостную, мрачную, собственную жизнь. И, кстати говоря, эти ресурсы дополнительные, они отнимают не только у окружающих людей, пользуясь их совестливостью, эмпатией. Они эти ресурсы также отнимают у тех собак, которых они спасают. Проявляется это в том, что спасённые ими собаки находятся в очень тяжёлых условиях. Они полуголодные, в тесноте, в грязи. Как же недостающие ресурсы изымаются у окружающих людей помимо их воли? Допустим, вы договариваетесь с человеком, который готов вам помочь, и который рассчитывает свои силы в соответствии с договором, помочь, скажем, в определённое время и определёнными средствами. И вот когда приходит это время и средства, оказывается, что вы опаздываете минут на 45, потому что взяли на себя слишком много, и у вас не получается. То есть эти 45 минут вы украли у человека, который обещал вам помощь, но другого масштаба. Он не собирался тратить настолько больше времени. Потом вы в конечном итоге вместо двух собак начинаете уговаривать его на трёх, давя на жалость, на совесть. И тоже он опять уступает, хотя он не планировал этого делать. Потом для того, чтобы защититься, скажем, от правомерных претензий окружающих людей или даже властей по поводу вашей деятельности, которая превращает, повторюсь, ну, я говорю в ад, но не будем это воспринимать слишком буквально, пусть это будет гипербола. В ад вы превращаете жизнь в свою, собак и окружающих людей, даже в той местности, в которой вы живёте. Вот когда у властей появляются законные претензии к вам, вы начинаете, этот человек, который шагает шире, чем он может, он начинает обманывать окружающих его людей, тех, кому небезразличны животные, обманывать так, чтобы они за него вступились. Хотя если бы он предоставил информацию, как АНС на самом деле, эти люди бы сказали, ну, власти правы в очень большой степени. Но он начинает их обманывать, и тем заручаясь их голосами. То есть люди не только живут, тратя своё время больше, чем нужно, тратя средства больше, чем они могли бы потратить, и таким образом тоже погружая свою жизнь в ад, но они ещё и живут в обмане, потому что, услышав эту ложь и поверив, они эту ложь распространяют и тоже становятся соучастниками лжи. И так образ жизни некоторых зоозащитников источает зловоние, беспорядка, разрухи, лжи. Я отказываюсь от сотрудничества с ними и тем оставляю без защиты некоторых животных, исходя из принципа добиваться не столько результата, сколько жить полноценной, максимально гармоничной, красивой, если угодно, стройной, упорядоченной жизнью. Если вы скажете, почему бы тебе не принести в жертву эту свою красоту, гармонию, добропорядочность ради лишних каких-то собак, которых можно спасти. Именно потому, что всё равно спасти всех невозможно, но шагнув шире, чем ты можешь, и порвав таким образом штаны, и превратив в разруху свою жизнь, ты заплатишь непомерно высокую цену за жизнь некоторых животных, при том, что спасение некоторых животных является, по сути дела, прихотью. Закон выживания, естественный отбор, никто не отменял. Даже когда мы спасаем людей, мы тратим на это средства сообразные. И в результате многие дети умирают от рака, потому что ни у государства, ни у их родителей, ни даже у самого общества просто нет средств на то, чтобы всех спасти. И общество не опускается в нищету и разруху ради того, чтобы всё-таки продлить, не спасти, а вот продлить жизнь некоторых людей. И это нормально, это правильно. То есть мы должны принимать во внимание закон естественного отбора как среди людей, так и среди животных, и в первую очередь сохранять в гармонии, в порядке собственную жизнь и жизнь своих близких. И только тогда, когда есть возможность распространить эту гармонию, этот красотой и порядок ещё на кого-то, каких-то людей и животных, только тогда мы это можем делать. Если мы хотим идти на пределе напряжения, не нарушая гармонию жизни, её порядка и красоты, мы можем напряться в предельной мере. Но предельная мера не предусматривает собственной разрухи, и тем более разрухи жизни окружающих людей, и тем более не предусматривает лжи.